Добрый вечер всем! Я хочу посмотреть на такой вопрос про американские банки, сколько там, если верить их выкладкам, один банк взорвался на 200 миллиардов, второй на 110, еще 50 миллиардов потеряли на игре, эти все криптовалюты во многих странах запретили их заниматься майнингом, а то, что они реально вот рассыпается Америка, у них реальная нехватка денег или это некий элемент игры носят, чтобы по всему миру насобирать деньги. И очень многие экономисты сходятся, что там очень много странностей, что объявлено было днем, но не по закрытию и много-много чего или это просто способ такого государства собрать деньги. Действительно нехватка денег и смотрите тут десятка пентаклей, тут шестерка жезлов, это очень хороший запас. Пусть десятка пентаклей перевернута, но это и не удивительно, потому что они 33 триллиона, кстати, еще три месяца назад они или полгода назад, нет, полгода много, месяца три назад они были 30 триллионов должны, сейчас уже 33. Это не удивительно, что она перевернута, тут шут и шут смеется. Так что это очень похоже. Семерка жезлов, туз кубков перевернута, двойка кубков, мир и солнце. Знаете, денег там хватает и даже с избытком. И десятка пентаклей, тут и туз кубков, он имеет запас. Шут тоже легко их может добыть. И тут есть семерка жезлов, которая очень хорошо шутом напускает туман. И не забывайте, что шут самый умный и он хорошо смеется. И мир перевернутый вместе с семеркой. Это иллюзия. И денег у них есть, и без проблем есть. Смотрите, тут мир с солнцем, солнце прямое. Хотели бы мы быть такими бедными, такими банкротами. Ну то, что деньги они заберут, это понятно, но это богатеет только государство. Там с деньгами всё в порядке у них. Ничего, у них никакого кризиса не было. В том плане, что они должны, да, у них как бы половина денег заёмных и большой долг, поэтому десятка перевёрнутый, мир перевёрнутый. Ну вообще, вот этот долговой путь и мир перевёрнутый, у меня такой же был на Эмирата, что деньги есть и большие есть, но сам этот путь тупиковый. Потому что мир перевёрнутый, он в итоге, этот путь тупиковый. Ни к чему он такому не приведёт. Это неверная дорога, да, у меня и колесо фортуны перевёрнутые падает. Это и смерть. В итоге это вы приведёт таким большим, в общем, долгим будет просить. Сейчас покажу. Вот эти карты уже реально отсвечивают, что какие-то проблемы будут. Но это не те проблемы, чтобы там реально что-то пошатнулось, или вдруг им не хватило бы денег. Нет. Вот колесо фортуны перевёрнутое, это тоже говорит, что они в неверном пути движутся, и рано или поздно им придётся выплачивать по справедливости тут, по юстиции прямой. И смерть это всегда ущерб. То есть вот этот перевёрнутый мир, этот путь приводит к смерти. Ну, смерть это не то, что страна развалится, это ущерб. Да, это неверный путь, такие долги. Это вводит в ущерб страну. Это уже к фортуны не верх развития, прогресс, удобство, там чистота, культура. Это всё будет падать по перевёрнутому колесу фортуны. Но запас там очень огромный. Там солнце. Там такой пока солнце, мир и шут. Там будут сильнейшие блоки. Там ещё всё в порядке. Как это? Падать и падать. Так что это способ, как это? Добыть денег. Они таким образом, кстати, обвалили крипту. А крипта, она соперница доллара была. Во многих странах уже автоматы ставят крипту доставать. А сейчас во многих странах этот майнинг даже запретили, потому что расход электроэнергии. В общем, они обвалили. И фонда этой крипты обвалилась. Вот акция. И они таким образом вывели крипту, в которую вкладывали очень много денег. Но действительно много инвесторов ушли. Очень много, потому что перевёрнутая десятка, перевёрнутая двойка кубков, перевёрнутый туз кубков. Ну, как бы они ушли, но они не вызовут глобальный такой кризис. А если вызовут, то это фон. Потому что узнать, что там на самом деле под такой маской, на самом деле там достаточно ещё всё сверххорошо. Ничего её это не пошатнуло. Не ковид, они привлекут, значит, других. Это акция такая. И вы не поймёте, вы не узнаете. Слухи они распустят любые. Потому что между шутом и миром ещё семёрка. Это как бы конец одного мира и начало другого. Но ничего нового они не придумывают, потому что мир перевёрнутый. Поэтому они просто ещё займут и привлекут деньги. Но те ушли, придут другие. В общем-то, для них не принципиально. Они не будут, да. И даже императрица. Они привлекут. Это акция по привлечению, да, и пашкубков. Императрица, пашкубков. Да-да, это акция, как вот там. Давайте спасайте Америку, обрушивайте свою экономику. Все спасаем Америку, спасаем доллар. Ничего они не рухнули. Ну, как бы у них действительно есть какие-то проблемы, но как человек потерял одну зарплату или две, но его существенно не подорвёт это благосостояние. И он быстренько поправится и дела. Так что вот такое. Это ничего с Америкой нет. Для неё это нетравматичные потери. Зато способ как бы привлечь в свою компанию другие деньги. Давайте. Все страны войдут в ущерб. Тут как бы третий ряд, это тоже обозначение третьих стран, всех других стран, кроме Америки. У них пойдёт вниз колесо, у них пойдёт взыскание долгов, у них пойдёт потери, а те будут подниматься. Ну, обычно, в общем-то, история. Так что это не конец мира, это не конец, это думовая зловеса. Зловеса Мурока. И очень-очень искусно, они в этом очень искусны. Ну, вот на этом мы прощаемся.